И всем привет дорогие друзья, заключительная серия атомного выживания на сервере Майнкрафт, на вершине вулкана мы живем. Ну тут построили домик, тут Настенька вчера мне помогала очень хорошо. Вот потом я вам покажу домик с высоты. Сегодня мы должны запустить вот этот ядерный реактор. Мы его создали как раз в прошлой серии, у нас немножко лавы осталось энергии, чтобы это все осуществить. Но для этого мне придется отправиться в шахту и добыть ценных ресурсов. К сожалению это будет очень долгое путешествие, поэтому я скину все свои эти. У нас не хватает конкретно железа, ну и в принципе и других тоже вещей тоже не хватает. В общем много чего не хватает. Так, ну для начала мне нужна кирка. Мне нужна кирка, возьмем алмазную, которой она уже в принципе больше не нужна. Теперь что еще нам нужно-то? Нам нужна еда и факела. В принципе все. Больше ничего ей не нужно. Прыгаем в воду и добываем железо. Вперед! Опа! Вот он наш вулкан. Домик на вершине. Все более-менее цивильно. Так, где наша шахточка? Вот она. Сейчас нам нужно добыть как можно больше железной руды. Именно она у нас сейчас в дефиците и я постараюсь ее добыть. Надеюсь, у меня это все получится. Так, а вот наш любимый данж. Смотрим, что у нас тут. Железо. Я в радиоактивном костюме, оказывается. Я думал, я в бронзовой броне. Не, ну и ничего. Здесь, походу, еще не был. О, рубинчики. Ого. Нам нужно железо. Нам нужен металл. Рады железом. Не так много, но тоже ничего. Сразу говорю, у нас реактор будет довольно мощным. Почти 100 ватт в тик. 100 иу в тик. Ну, не почти, а точно. Именно такой тип реактора мне интересен. Потому что более мелкие, они, ну, хоть и производят энергию, но не так много. А 100 иу в тик это оптимальная энергия. Вполне ее хватит для производства, там, даже генератора материи, для производства иридия. Правда, медленно, но хватает все равно. Конечно, 200 иу в тик лучше. Ну, в общем, сейчас увидите. Это будет уже финишное си. В конце видео я, наверное, его дострою и запущу. Ну, правда, мне придется еще создать пару этих дополнительных устройств. Ну, таких, как накопители энергии, распределители и все такое. Неплохо было бы мне сейчас еще один алмазик найти хотя бы. Потому что без одного алмаза я не смогу сделать, по-моему, этот... Как он назывался-то? МФЕ, что ли? Ну, в общем, накопитель энергии. Угу. Золото. Тоже обязательно нужный элемент. Азуртики. Железа. На крайняк можно сделать алмазики из угля. Ну, это на крайняк. Здесь у меня на МФЕ не хватит. Ну, прежде чем это все, конечно, делать, нам нужен этот... Железо. Много железа нужно. Почти стак. Давай, исчезай уже. Воротишко. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Здесь еще не был. Здесь еще не был. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Белеза и лава, лава это вообще круто, вот бы ее всю забрать и потом я конечно не найду это место, а что у меня уже есть в нормальном количестве железа, там еще железы и вижу. Рубинчики, но они тоже уже не нужны. Кварц. Уран, уран, уран. Железо. И где-то здесь я видел уран, где уран, а вот уран. Один из самых моих любимых ресурсов. Кварцик. Глубнички. Раз уж попались, да буду пригодятся кому-нибудь. Может продам общие. О, железо. Обожаю железо. Обожаю железо, потому что оно сейчас мне нужно, причем очень нужно. сколько меди, а железо почти нет. Че за ужас. Медь, полова. О, передоты. Давно я их не встречал. Все что ли, мы в тупике. Вон, а пошлите рыть вниз. Вдруг алмаза найдем. Вдруг алмаза найдем. Вместе с ними железо. Так что у нас тут мить. Мить это, конечно, хорошо, но это не железо. В принципе, железо у нас так приличненько. Так, можно приступать. Но если другие механизмы я собираюсь крафтить, то нельзя. Так просто уходить. Так. 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 Все. Мы на хорошем уровне, и теперь можем копать в бок. поисках алмазиков нам бы хотя бы один алмазик найти бы и считаете уже можно возвращаться домой и крафтить все что нам нужно господи сколько тут гравия обычно там где много гравия встречаются самые ценные ресурсы потому что через гравий никто не хочет идти это обычно не всегда ну да булыжник конечно самый ценный ресурс ну вот рубиночки валяются ну где же мои алмазы или хотя бы железо а а а а Я слышу лаву. Где-то она булькает. И еще, дорогие друзья, кто следит за тем, что я творю в реальной жизни, мне кажется, я в скором времени уеду опять в Москву. Дело в том, что в Воронеже как-то мне скучновато жить стало. Не знаю, что с этим поделать. Ну, возможно, но не факт. Все-таки в Воронеже жить дешевле и как-то уже все налажено. Если в Москву поеду, то заново интернет подключать, квартиру снимать. Прррр. Геморрой. Но, походу, так сделать придется. Не знаю. Я пока еще не решил. У меня есть время подумать. Но, возможно, так оно и будет. Уже я с какой-то нашел. Поэтому я сейчас в этих раздумьях на переплетении судьбы, или как это называется. В общем, я в раздумьях и не знаю, что делать. Может, вы посоветуете. Стоит ли ехать в Москву, там поселяться. Или лучше оставаться тут, в этом Воронеже. И скучно жить. Сам не знаю, что делать, честно. Еще у меня аллергия на... Ну, как вам сказать... Аллергия на какие-то сезонные растения. И летом в определенных регионах мне трудно дышать становится. То есть, вот поэтому я дома часто не нахожусь. Ну и, по-моему, в Воронеже эта аллергия начинается. А вот в Москве ее вот точно нету. Потому что я проверял уже. Это тоже одна из самых главных причин, почему я, наверное, хочу ехать. Опять. Надо было сразу, конечно, ехать в Москву. Вот, что поделать. Хотел попробовать, попробовал. Ну, что, я сегодня не найду алмаза, что ли, блин? Вот, что, Minecraft, ты что, больной, что ли? Где мои алмазы? Копаю тут, копаю, понимаешь? Не то, что алмазы, даже более-менее ценных резов не встречаю. Странно. Давайте вон туда копать, что ли. Походу, мне придется еще в ад бегать сегодня за лавой. Это уж размечтался тут бесконечный источник лавы сделать. Энергии на вулкане. Ага, как быстро кончилась вся энергия на вулкане. Не хватило ее ни на что. Ну и по старой теории, вокруг лавы должны быть алмазы. Помните ее? Русик еще рассказывал. Ну, будем копать, проверять теорию. Какая-то странная лава. Вокруг не знаю, но алмазы мы нашли. Они сгорели. Так, потому что у меня инверталь забит. Черт его, побери с всякими пулыжниками, всякими хернями, фигнями. А! А! Да я чуть сам не сгорел. Шесть. За лавой надо следить. Она не прощает ошибок. Ну, я там видел еще алмазы. Вот они. Так что нормально. Нам всего один алмазик нужен. Для полноты картины. Блин, ну, сколько здесь лавы. Так, вот сделаем. Вот так вот сделаем. И вон туда. Ага. Фиг тебе говорит он. Надо как-то под него поставить блок. Ага, все. Алмазик. Иди сюда. Фух. Хоть один алмазик добыли. Ну, в принципе, можно отправляться на холм. Так, английский, конечно. Все, мы теперь дома. Сколько у нас энергии? Энергия чуть-чуть есть. Отлично. Дробилочку мы засунем сразу алмазик. Пусть передрабливается сюда вот это. И что у нас дальше? Железо нужно. Железо нужно. Но для этого нужна дробилка. И все, железо в дробилку. Остальные руды сюда. Все, все остальное сюда. Тулыжники, гравии, земли. И все остальное сюда. Все, лазурит еще пригодятся. О, алмазная пыль. Это тоже пригодится. Оттуда сюда. Да. Так, надо поесть, 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 поесть. Сегодня, наверное, сделаю долгую сервиз. Наконец, запущу этот. Что-то, ядерный реактор, а то как это скучно. Так, где-то у нас вот все это пыльки были. Энергические кристаллы. Отлично. Так, что нам дальше нужно? Нам дальше нужны, 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 нужны. Мы сделали семь таких. Вот такие штучки. Вот такие. Сейчас. Так, три вентилятора нужно. Вот. Теплоотвода улучшенных. То есть вот таких. Сейчас я вам покажу их. О, обстанчик. Где они на семнадцатой странице, восемнадцатой. Вот. Вот компонентных теплоотвода три штуки. Они крафтятся из обычных теплоотводов. Ну, в общем, а у нас еще три штуки, да? А у нас три как раз электромотора. А как вот этот крафтился? Я уже подзабыл. Железные пластины, решетки и все такое. В общем, много чего железного понадобится нам. В то время как железного как раз у нас все в дефиците. Давайте пластины фигачить пока есть возможность. О, золотые пластины. Это хорошо тоже. Так, пока что они нам не нужны. Так, пока что можем сделать энергетический пристал, наверное. И съем его в компрессив. Давай, 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 давай. Железком перерабатывайся. И теперь все сюда. И железо сюда. Так, нужно забрать отсюда. Вот это, во-первых. А вот это энергетический кристалл. Очень ценные вещи. Ну что, давайте приступим. Надо сделать побольше решеток. Они нам пригодятся. Дальше. Нужно сделать вот обычный теплоотход. Еще один. Нам хватает всего. Да. Вот это теплоотход есть. Теперь нужно сделать компонентный теплоотход. То есть бронзовые пластины и решетки. Бронзовые пластины у нас были, по-моему. Было их немало. Смотря куда я их положил. А, вот они, бронзовые пластины. Эти тоже заберем. Железа у нас здесь нет. Так, бронзовые пластины и теплоотход. И решетки. Дын-дын-дын-дын. Дын-дын-дын-дын. Дын-ды-дын-дын-дын. Дын-ды-дын-дын-дын. Дай-да-дын-дын-дын. Дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Вот три штуки сделали. Отлично, все. Нам нужно разогнанных теплоотводов 7 штук. Вот таких вот компонентных 3 штуки. И еще вот таких вот золотых маленьких компонентного теплоотменника 2 штуки. Они крафтятся из электросхемы и медных лавяных пластины. Так, где-то у нас были электросхемы, по-моему, да? Или я не крафтил еще. Но их можно скрафтить, нетрудно. Так, есть, это есть, это есть. Ага, у меня улучшена микросхема только есть одна, и все. Давайте изолируем провода и сделаем электросхему. Так, для электросхем как раз нам нужно железо. Железные пластины. Вы помните, как они делались? Наши любимые электросхемки. Ту-ду-ду, 10 штук аж делал нормально так. Так, как крафтится-то вот этот золотой компонентный теплоотвод? Нужны... А, медные пластины нужны. По-моему, у меня с ними дефицитик. Вообще, с чего у меня с медью-то? Медь есть, пластин нету. Сейчас сделаем и пластины. Так, железо заберем. И ставим туда. Надеюсь, энергии хватает пока что. Пока хватает, да. Мы не успеем все равно запустить, потому что, кроме него, нам нужно сделать вот этот МФЕ и трансформатор. Хотя, может и успеем. Если будем шустренькими кабанчиками. Что еще нам нужно? Что еще нам нужно? Пока все. Пока все. Ждем, пока медные пластины зафигачатся. Сколько их нам нужно? По 4-8 штук. Это 16. 15 еще одна штучка, пожалуйста. Довстрей. Мамочка. Все. Делаем компонентный тип. А, сразу возьмем золотые пластины. Я помню, мы это дофига сделаем. Суббит. Вот так вот. Нам две штучки нужно. Раз, два. Раз, два. Три. Ту-дум. Все, отлично. Теперь их посерединке обкладываем золотом. Пойдем так, да? Отлично. Еще одно. Все, дорогие друзья. Все компоненты ядерного реактора готовы к работе и установке. Ну, смотрите, вот. Нужно 6 стопливных стержней, 2 вот таких мелких золотых компонентных теплообменника, 7 разогнанных теплоотводов и 3 компонентных теплоотвода. Вот это схема ядерного реактора, которую я сейчас запущу. Но, чтобы его запустить, я добавлю сюда в схему МПЕ. То есть, накопитель энергии и трансформатор, чтобы он не уничтожил все мои разработки, скажем так. Это на 6 странице. МПЕ. Надеюсь, мне хватит для него ресурсов. Где он у нас? МПСО. Вот МПЕ. Тут базовый корпус, золотой изолированный провод. Кстати, про золотые провода нужно замутить. Золотой изолированный провод и самое главное, 4 алмаза там по-моему, да? 4 энергетических кристалла. В принципе, все это у меня есть. Как нифиг делать, я это все сделаю. Так, все. Провода есть. Как изолируют золотые провода, вы знаете? Вот так. Пум. Все, золотые изолированные провода есть. Теперь базовый корпус. И нужно достать отсюда кристаллики свои. И у нас будет МПЕ. А МПЕ это круто, между прочим. Не у всех найдется. ТЫНЬ-ТЫНЬ-ТЫНЬ-ТЫНЬ-ТЫНЬ-ТЫНЬ-ТЫНЬ-ТЫНЬ-ТЫНЬ-ТЫНЬ-ТЫНЬ-ТЫНЬ-ТЫНЬ-ТЫН-КТО-КО-МНЕ-УЖЕТ-ТЫПЕШИТСЯ. Вот у нас МПЕ. Отлично. Мы его ставим сюда, в схему. Его нужно немножко повернуть. А, если мы его повернем, он может разорвать всю систему. Зря мы его поставили. Сейчас всю энергию заберет из механизма. Давайте сделаем так. Зря мы это все сделали. Блин. Если я его сломаю, он может сломаться. Ммм. А, мы сделаем вот так. И хитрецы мы. Он на гору не пойдет, он на гору обойдет. Но я сейчас в обход систему проведу. А то он реально высосет всю энергию. Это накопитель энергии, кто не знает. Он создан для того, чтобы забирать все у добрых людей. У добрых механизмов. И хранить у себя все. В обход него мы проведем. Потом мы его правильно поставим. Пока все это тикает, надо поставить на переплавку. И теперь надо сделать трансформатор. Простой обычный трансформатор. Делается из катушки, изолированных оловянных и досок. Так, катушка. Изолированных оловянных. Где доски? Ну вот из этого я доски сделаю. Катушки, катушки, катушки. Изолированные оловянные. Вот они. Для катушки нужно железо и медные провода. По-моему, с медными проводами у нас 9-ц идти будет сейчас. Да неужели. Так точно. С медными проводами. А, подождите. У меня же кусачки были. Это он вот сюда и поставил. Типа это мне уже не нужно. Ага. Вот и пригодилось. Кто видит кусачки? А, вот они. Берем пластинки и режем их на часть и получаем медные провода. Нам-то всего одна катушка нужна. Все. Катушечка. И крафтим трансформатор. Ой. Трансформатор. Вот он. Очень легко крафтится. Ай-яй-яй. Я забыл превратить это все в этот. Взбузки. Ну, постоянно чем-то забудем. Ну, ничего. Исправим. Быстренько. Дело в том, что вот наше МФЕ и наш огромный вот этот блок. Он дает очень большое количество энергии. Хотя, подождите. МФЕ сколько выдает? Олдфуд. Выходное напряжение 520 и уфтик. Это очень-очень-очень-очень много. А наш трансформатор вот этот, он понижает со 128 до 32. Смотрите. Если мы хотим с ядерного реактора получать непосредственно энергию, мы можем сделать как? Мы можем просто от ядерного реактора через трансформатор пойти и можем дополнительно еще на МФЕ заряжать. Ну, через МФЕ лучше, конечно, получать. Давайте сделаем вот такую схему. Разорвем все. И поставим здесь ядерный реактор. Ой, трансформатор. Как он работает? Вот здесь это от маленькой точки к большой это увеличение. А нам нужно наоборот, чтобы он уменьшал. Вот. Все. Соединяем. Ничто у нас не взорвалось. Все работает. Отлично. Теперь мы можем запускать ядерный реактор. И для того, чтобы, к примеру, вот это у нас будет МФЕ. Он хранит 4 миллиона энергии. Чтобы он хранил энергию, просто на него подключаем. И он потихонечку будет ее накапливать. Сейчас высосет всю энергию из ядерных реакторов. Из геотермальных генераторов. Он очень быстро это сделает. И тогда мы запустим ядерный реактор. Ну, все. Сейчас давайте приступим к расстановке вещей. Уберем все из своего инверторя. Нам почти ничего не нужно. Кроме рычага. Где у нас камень для рычага? Булыжник. И одна палочка. Рычаг нужен, чтобы запустить ядерный реактор. Представляете? Теперь забираем все системы. 7 вот этих разогнанных. 3 вот этих обычных. И этот. И уран. Уран вы можете брать только если вы находитесь в защитном костюме. Смотрим, когда у нас энергию всю высосет. Вот чуть-чуть лабы осталось. Энергия почти вся кончается. У нас полностью высасывает энергию МФЕ. Ну и на механизме, естественно, сейчас. Если я туда что-нибудь засуну, не хватит никакой энергии. Все начнет остывать, перерабатываться. Ну вот допустим, вот сюда мы засунем. Пусть делает. Это очень много энергии потребляет. И вот сюда мы засунем тоже что-нибудь. Допустим, олова. Сюда медь. Он потребит всю энергию. И вот видите, все. Вся энергия закончилась. И теперь что у нас? Здесь не заряжается. И сейчас закончится энергия у прибора. Вот, все. Всю энергию мы высосали. Смотрите. Запускаем ядерный реактор. Вот он такой красивый. Сверху у него там табличка ядерная. Вот видите. Расставляем все правильно. Внизу 6. Вот так расставляем стержневек топливных. Дальше. Систему мне нужно подсмотреть. Потому что я тоже точно не помню. Так. Дальше вот так вот расставляем. То есть полу такой, полукрипером. Дальше. Внизу 1. Наверху 1. Ой, наверху говорю. Внизу 1. Вот так вот. 3 компонентных тепла отвода. То есть внизу, справа, слева. И вот эти вот посерединочки. И на самом верху. Все. Схема ядерного реактора готова. Нужно запускать. Чтобы запустить, достаточно поставить рычаг на ядерный реактор. И включить его. Смотрите, он засветится. Он засветился. Вроде работает. Все. Пошла жара. У нас из-за облаков не... Вот видите. Сразу зарядилось все у нас. Все начинает работать. Энергии пополняться. И, к сожалению, из-за облаков я не вижу, где у нас находится этот наш бедный МФЕ. Вот он. Давайте посмотрим. Он тоже пошел заряжаться. Видите, энергия пошла. Мы запустили ядерный реактор. А если вы меня хорошо попросите, я могу его и взорвать вообще. Вот это было бы, конечно, прикольно. Вот он, ядерный реактор. Он будет работать очень долго, я вам скажу. Но я не знаю, сколько он будет работать. Ну, в общем, почти пару дней спокойной игры, без энергии, без лавы вы обойдетесь. И добыть уран и сделать стержни для него будет уже нетрудно. То есть, сколько у меня уже урана? У меня два урана. Из этого я уже смогу сделать еще пару стержней. В принципе, сколько нужно урана, чтобы сделать шесть стержней? Это, наверное, там по два. Ну, в общем, около четырех-пяти. Да. Может даже шесть. Ну, в принципе, уран добыть можно. За это время. Вот у нас все работает. Вот эта система, это энергохранитель. Это у нас трансформатор, который понижает напряжение, потому что с нашего любимого ядерного реактора идет сто. Ну, допустим, сто ватт, скажем так, сто вольт. Вот эти наши приборы, они потребляют всего лишь 32 максимума. Если я напрямую пущу, они должны взорваться, по идее. Но я не хочу этим рисковать. Вот, в принципе, ядерный реактор, как я и обещал. Столько долго, как долго мы к нему ушли. Я целый день вчера записывал видео. Я записал 15 видео серий. И с Настенькой потом в самом конце. И наконец-то закончил. Ох, дорогие друзья, с вас как минимум лайк. И подписка на мой канал. Следующая серия вот таких вот. Вообще, предложите мне, что в следующей серии, вот чего нам добиваться. Вот в этой серии мы начали добиваться ядерного реактора. А какой цели дальше нам идти? Напишите в комментариях, порассуждаем вместе, почитаем. Какие у вас есть идеи. Я, в принципе, уже знаю, что примеры можно сделать. Но вдруг вы что-нибудь еще лучше придумаете. Поэтому не стесняйтесь, пишите. Спасибо вам, друзья, за просмотры. И я, наконец-то, должен показать, наверное, наш домик. Наш домик на вулкане. Я не знаю, с какого ракурса его показать. Вот тут у нас гибейки всякие. Давайте прыгнем. Вот так вот постоянно я и слезаю. Вот там два раза я помирал. Вот наш домик на вулкане. Со стороны острова, наверное, он будет смотреться гораздо лучше. Я полностью запреватил вулкан. Сволочь такая. Там идет снег, а здесь дождь. Вообще круто. Вот он, домик на вулкане. Смотрится, как какая-то мега башня. Смотрите. Красиво, да? Базальт. Я полностью выкачал в самом начале лаву из вулкана с помощью помпы. Но там оказалось совсем мало лавы. И толку от нее было тоже мало. В общем, вот такой вот домик. Там у нас стоит мощный ядерный реактор, который обеспечит нам уже бесперебойную жизнь в мире Майнкрафта. То есть, если вы один раз построите такой реактор, у вас всегда будет энергия. А если у вас энергия, то вы сможете все что угодно делать. Начиная от Иридия и так далее. Просто вам нужно периодически закупать или... Ну, как периодически. Раз в несколько дней покупать или... Там, не знаю. О, аппетиты. Или добывать уран. Ну, он попутно добывается и довольно легко, если вы не копаете слишком глубоко. Вот такая красота у нас. Кто-то здесь поставил вот эти фигни. Получилось вот такое выживание. Ну, вот и все, дорогие друзья. С вами был Трубоежик. Всем пока. И, как я уже говорил, не забывайте поставьте, пожалуйста, лайк. Потому что это очень нужно для моего канала. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok